здравствуйте уважаемые зрители вы на канале дача супер на улице жаркое лето созревают овощи и ягоды фрукты поэтому пришла пора их заготавливать сегодня буду консервировать огурцы с крыжовником и красной смородиной сегодня мне понадобится кроме огурчиков и смородины и крыжовника листья вишни листья смородины хрен листья хрена если у кого-то есть корень можно использовать корень зонтики укропа чеснок лавровый лист перец душистый перец горошком черный гвоздичка конечно же соль и сахар уксус я использую только яблочный ну и может быть не еще понадобится зерна горчицы я тоже их подготовил ну что начинаю консервировать я подготовила баночки в данном случае то у меня полутора литровая банка я закрываю только полутора литровые литровые ну мне так удобнее баночка чистая на дно банки я кладу лист черной смородины пару листиков вишни зонтик укропа листик хрена чесночную дольку на у меня большая и это разрежу чтобы она отдала свой аромат пару лавровых листочков несколько горошина перца и парочку гвоздичек теперь сюда же я отправляю огурчики я срезаю с них краешки и отправляю в баночку огурчики свежие только в грядке сейчас я их тут аккуратно уложить полости в банке которые не заполняются огурцами я сейчас наполню ягодами огурчики у меня разного размера я их стараюсь вот так вот плотненько уложить в баночку в дальнейшем зимой их можно и так кушать и добавлять различные салаты делать как угодно я частично наполнил баночку сейчас я здесь сюда положу крыжовник крыжовник кислый поэтому это позволит нам добавлять меньше уксуса уксус как мы знаем это не очень полезный продукт хотя я использую яблочный но все равно лучше даже его использовать поменьше все одну баночку я уложила сверху по максимуму добавляю крыжовник все первая баночка готова следующую баночку сделаю с красной смородиной точно так же укладываю набор зелени укроп клемм листики вишни черной смородины чеснок лавровый лист перец и гвозди теперь огурочки сверху выкладываю красную смородину прочитала что можно даже черную использовать но я черную не буду использовать для меня она сильно ароматная белую красную можно использовать наполнила баночки получилось 8 штук 7 из них литровые ну или около литра там 920-950 и одна полутора литровая сейчас я их залью кипятком и накрою крышечками наливаем до краев чтобы даже вылился кипяток содержимое просядет в результате нагревания наполнила банки накрыла крышками теперь так они простоят минут 15 прошло 15 минут теперь содержимое нужно слить в кастрюлю и закипятить у меня есть вот такая специальная крышечка сливаем воду из всех баночек она такая ароматная пахнет специей закрываю крышечкой кипячу эту воду и буду заливать повторно закипела вода заливаю повторно пока без соли без сахара той же водой которую слила из этих банок закипела она очень быстро заливаю все баночки закрываю крышечками и оставляю на 15 минут повторно повторно сливаю жидкость из банок горячая и так же делаю со всеми остальными банками как и в первом случае теперь сюда добавляю соль и сахар из расчета одна ложка столовая соли и одна столовая ложка сахара на литр банки скажем так вот у меня 8 банок если это пересчитать в литры то это 7 литров поэтому я добавляю 7 столовых ложек сахара и 7 столовых ложек соли сюда довожу до кипения разливаю и буду разливать по банкам закипела вода с солью и с сахаром теперь в каждую банку я вливаю на литровую банку столовую ложку уксуса еще раз повторюсь у меня уксус яблочный и теперь заливаю подготовленным но это уже не рассолонно маринадом вернее будет правильно сказать заливаю закипевшим маринадом заливаю до самых краев у меня рядом кипят крышечки закрываю простерилизованной крышкой затягиваю плотно и переворачиваю сейчас отнесу проверяю чтобы они были не потекла все отлично так же делаю с остальными баночками теперь банки нужно накрыть теплым покрывалом ну или каким-то пледом оставить их до полного остывания а потом перенести для хранения в какое-то прохладное место у меня они хранятся на балконе спасибо за внимание всего доброго до свидания я сделаю